Сегодня мы отправляемся в путешествие вглубь змеи. Горный хребет тянулся на многие километры и извивался, как гигантская змея. Добравшись до головы, путники действительно обнаружили пещеру, похожую на змеиную пасть. На оскаленную пасть Розалия кивнула на две скалы, при входе острые, как зубы. Однако на ее каламбур никто не отреагировал. Побывав в проклятом гроте, друзья понимали, что можно войти и уже отсюда никогда не выйти. Все остановились в нерешительности. «Я боюсь», — честно призналась Маруся. «Пусть он боится», — заявил моряк. «Вместе мы превосходим противника силами». «Что такое этот рогопед?» «Ну, допустим, у него рога. У Розалии тоже рога. И копыт у нас вдвое больше. Пусть, наконец, у него раздвоенный язык. А у нас три языка». Маруся вздохнула. «Все равно другого выхода нет. И входа». Рюрик вытащил из-за пояса шмелиное жало и первым шагнул в пещеру. Туннель уводил их вглубь земли. Темно и сыро, как в брюхе у акулы, ворчал моряк. «А ты там был?» — поинтересовалась Розалия. «Нет, но так говорят знающие люди». Некоторое время путники разговаривали, а потом замолчали. Свод пещеры висел так низко, что моряк, то и дело, стуклся головой и отчаянно ругался. «Может, зажим факел?» — предложила Маруся. Моряк чиркнул зажигалкой. «Хм, кажется, бензин кончился». «Я в темноте неплохо вижу», — сказала Розалия. «Хорошо тебе. А посмотрел бы я, как ты врежешься головой». «Пожалуйста». Розалия чиркнула рогами по стене и посыпались искры. «Ура!» — обрадовалась Маруся. «Рога у тебя не отсырели». «Вот что значит нормальная голова», — заметила корова. Рюрик зажег факел. Вскоре послышались странные голоса, то приближаясь, то удаляясь. Голоса приносились над путниками с такой скоростью, что уловить, о чем они говорят, было совсем невозможно. «О, это ж летучие мыши!» — предположила Маруся. «Мы не летучие мыши, мы летучие мысли!» Зашумели со всех сторон. «Летучие мысли?» «Да, и летаем мы со скоростью мысли. А чьи мы мысли?» «Мы сами по себе мысли!» «Мы самостоятельные мысли!» «Ой, ерунда какая!» — фыркнула Розалия. «Мысли не могут быть самостоятельными, потому что мысль не может стоять на месте, особенно когда она носится со скоростью мысли». «Верно, верно!» — раздались голоса. «Значит, мы самолетательные мысли!» «Хм, интересно!» — сказал Маряк. «Ни разу в жизни не слышал чужих мыслей!» «Так слушайте, слушайте!» — загуделось со всех сторон. «В сторон инопутников обрушился шквал!» «Я к вам пищу!» «Чего же боли?» «Шпиц стащил шесть спиц!» «Чурбан надел тюрбан!» «Змея ползет змеясь!» «Смея ползет смеясь!» «Откуда ни возьмись!» «Появился шпиц!» «И принялся вязать на спицах!» «Затем возник факир в тюрбане и заиграл на флейте!» «Из темноты выплыла здоровенная, ухмыляющаяся вовсю пасть змея и стала раскачиваться из стороны в сторону!» «Боже мой!» «Что же тут началось?» «Маруся почувствовала, что она сходит с ума!» «С Рюриком, видимо, происходило то же самое!» «Моряк размахивал факелом, отбиваясь от кого-то невидимого!» «То ли мысли мерещились, то ли вправду появились перед ними!» «У девочки закружилась голова!» «Заткните уши!» Услышала она сквозь мысли голос Розалии и последовала ее совету. В одно мгновение все исчезло! «Что это было?» спросила Маруся. Ее покачивало! «Обычные глупые мысли!» объяснила корова. «Просто, когда их слишком много, человек сходит с ума!» «Хорошо, что Розалия приказала нам заткнуть уши!» «Посещает столько мыслей, что чужих просто не замечаешь!» Розалия улыбнулась. «Недаром?» «Недаром ведь нас, поэтов, считают безумными!» «Никогда в жизни не видел такого кошмара!» признался моряк. «На меня напал летающий кальмар и пытался выпить из меня кровь!» «Убежден, что это шуточки рогопеда!» Летучие мысли больше не появлялись. Правда, одна попыталась поухой. «Уфилина одна извилина!» Но моряк крикнул «Кыш!» И она исчезла. Туннель становился шире и вдруг неожиданно закончился. Путники оказались перед каменной стеной. Стена была совершенно гладкой, если не считать трех небольших углублений в центре, расположенных правильным треугольником. «Это похоже на каменные ворота!» Рюрик несколько раз толкнул плечом. Стена не поддавалась. Напрасно моряк и девочка шарили по стенам, пытаясь найти потайные кнопки. «Здесь должен быть какой-нибудь шифр или код!» сказала Маруся. «Паршивый код?» не расслышал моряк. Девочка рассмеялась. И тут вдруг послышалось «Мяу!» Из темноты появился большой черный кот. «Не вижу ничего смешного!» недовольно сказал он. «А если я и выгляжу несколько паршиво, то это от недостаточного питания. Попробуйте изо дня в день гоняться за летучими мыслями. Я бы посмотрел, что бы с вами стало!» «Извините!» сказала Маруся. «У меня и в мыслях не было обидеть вас. Вы здесь живете?» «Если это можно назвать жизнью!» буркнул кот. «А вы знаете, как открывается эта стена?» «Ну, мяу!» «Допустим, знаю!» Зеленые, не мигающие глаза кота уставились на Розалию. «Если мне дадут молока, мяу!» «Я могу раскрыть небольшой секрет!» «Но, боюсь, это вряд ли вам поможет!» Рюрик засучил рукава и подоил корову. Кот жадно вылакал котелок, затем долго умывался и, наконец, сообщил. Дверь подчиняется только хозяину. Видите треугольник? В два верхних отверстия вставляются рога, а в нижнее специальная отмычка. Кажется, на конце ее что-то вроде змеиного зуба. Кот лениво поднялся и растворился в полумраке. «Не знаю, какие у рогопеда рога, но чем черт не шутит? Может быть, и твои подойдут?» сказал Рюрик корове. Рога Розалии вошли точно в отверстие, однако стена оставалась неподвижной. «Что же это за отмычка?» задумался моряк, пытаясь представить себе хозяина ворот. Рога раздвоены, как у змеи, язык, шпага, отравленный кинжал или ключ в виде кинжала, жала. «Вот что это такое ключ со змеиным зубом?» Рюрик уверенно вставил подарок шмельчака в нижнее отверстие. послышался щелчок и стена со скрипом отодвинулась. И как только они вошли, каменные ворота замкнулись. Да-да-да! Наши герои попали в логово Рогопеда. А что произошло дальше, мы узнаем с вами завтра, когда будем читать двадцать восьмую главу, которая, да-да-да, так и называется «Логово Рогопеда». Напоминаю, что мы с вами читаем книгу Андрея Усачева «Малуся и Рогопед». Это замечательный детский писатель. И достаточно слова и слога, достаточно буквы одной, чтоб круто свернула дорога с привычной орбиты земной. Говорите правильно, думайте, что вы говорите, чтобы разных мыслей не бегало у вас в голове. Всем пока! До завтра!